Решением Брестского областного совета депутатов от 25 февраля 2014 года номер 342 базовая доходность на одного работника в месяц для цели исчисления единого налога на обмененный доход уменьшена в городе Бресте на 10 миллионов рублей и составляет 16 миллионов рублей. Таким образом сумма налога на одного работника составляет 800 тысяч рублей в месяц. В налоговой инспекции по московскому району города Бреста на учете состоит 44 организации, исчисляющие единый налог на обмененный доход. За первый квартал текущего года они пополнили бюджет более чем на полмиллиарда рублей. Уплата единого налога на обмененный доход заменяют уплату НДС и налог на прибыль. Все остальные сборы уплачиваются в общеустановленном порядке. Но следует знать, что плательщики единого налога не вправе применять упрощенную систему налогообложения. Применение уменьшенной базовой доходности для исчисления единого налога на обмененный доход производится начиная с 1 апреля 2014 года с отражением исчисленной суммы налога в налоговой декларации, представляемой по сроку не позднее 20 мая. Еще раз напомню, что такое единый налог на обмененный доход. Это произведение фиксированной суммы доходности на одного работника в месяц и средней численности сотрудников организации за отчетный месяц. Сухая законодательная формулировка предполагает, что руководителю предприятия вменяется платить налог на каждого человека у него работающего. Но касается это лишь автосервисов, то есть тех, кто оказывает услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. В настоящее время сумма вмененного дохода в месяц на одного работника по Брестской области составляет 16 миллионов рублей. Ставка налога равна 5%. Следовательно, за одного работника руководитель должен заплатить 800 тысяч рублей. В случае выявления факта осуществления организации деятельности услуг автосервиса без уплаты данного налога и предоставления декларации налоговая база увеличивается на коэффициент 10 за месяцы, в течение которых декларация не была предоставлена.